Здравствуйте, дорогие девушки, меня зовут Анна, и я Сваха Ваксана Лав. Наш сегодняшний гость абсолютно меня покорил. Для тех, кто мечтает о мужчине, состоявшемся нескучном, интеллигентном, успешном, прекрасно выглядящем, талантливом, совершенно разносторонним, этот мужчина для вас. Я искренне и от всей души желаю ему счастья, и я желаю, чтобы сегодня это видео увидела именно та девушка, та женщина, которая будет его соратницей, его партнером, его любимой женой, потому что этот мужчина этого заслужил. Я не буду открывать секрет, я скажу единственное, что этот мужчина американец, но у него есть латинские корни, и он нам их сегодня немножечко совсем проявит. Мужчина очень успешный, очень талантливый, не буду повторяться, давайте с ним познакомимся, его зовут Алекс, и я действительно рада, рада его вам сегодня представить. Знакомлюсь с Алексом. Окей, look who's here with us today. I was waiting for so long to finally reveal this amazing, amazing man to our beautiful ladies, and I bet we have lots of eyes on you today. So, what are we going to start with? Of course, you look amazing, you look stylish, and I absolutely love your shirt. What is it on your shirt? Can you show us? They are pink flamingos. My little flamingos are on the shirt. Okay, look at you. All about style. Looking great. Happy as always. I know you said you're not really a morning person, but you look really good, and I hope you're going to be very honest with us today, and we're going to have fun, because we want to know you better. All right, so where are you right now? I am in San Antonio, Texas, USA, here in America. Our wife lives in San Antonio, in San Antonio. It's a very beautiful place. How far away are you from the beach? We are about 90 miles away from the beach, and it will be called Corpus Christi, Texas. Oh, that is nice. Corpus Christi. But the nicer beach is called South Padre Island, and South Padre Island is about a good four-hour drive from here. 250 miles. It's not bad. It's not bad if you go for a weekend. Где-то полтора часа у него до самого ближайшего пляжа. Говорит, что есть еще прям шикарный пляж в Техасе, но там немножко подальше нужно ехать. Но я говорю, что на выходные можно спутешествовать. У нас у Алекса сегодня будет для нас сюрприз, но мы его прибережем к концу видео. Давайте вообще узнаем, откуда он приехал. Хоть у нас он и американец, чистокровный, но мне кажется, что где-то там у нас корни из Латинской Америки. Окей, Алекс родился в Нью-Йорке, но у него корни из Пуэрто-Рико. Кто знает про пуэрториканцев что-то, люди очень открытые, доброжелательные, веселые. Алекс у нас поет на испанском, он готовит испанскую еду, пуэрториканскую, так что может вас удивить со всех сторон. Окей, ну ладно, теперь нам же нужно знать, чем он занимается, чем он занимался и вообще как его жизнь проходила, на кого учился, скажем так. Я знаю, что у вас есть много опыта в студии и работы, если вы можете дать нам историю вашего достижения? Когда я был в школе, в Нью-Йорке, в Пуэрто-Рико, в Сан-Жуан, я делал физику и матча. Я хотел бы быть астрономер или быть астрономер. И потом, в конце моего бачлера в соцсетях, я хотел бы быть доктором, идти в медицинскую. Я начинал медицинскую школу в Пуэрто-Рико, и я закончил медицинскую школу в Тексасе, в Сан-Антонио. И это как я пришел сюда. Я специалист, я роматологист, поэтому я специализирую в романтической болезни. Начинал учиться у нас, Алекс, в Пуэрто-Рико. Вообще собирался стать или астрономом, или астронавтом, поэтому начал изучать математику и физику. Но потом как-то переименил свое мнение и решил стать доктором. То есть начал обучаться медицине он в Пуэрто-Рико, и закончил свое обучение он в штате Техас, в Сан-Антонио, где он получил образование ревматолога. Он у нас специалист, врач-ревматолог. И сейчас мы узнаем, как этот диплом ему дальше в жизни пригодился и куда он потом устремился после этого. После этого ты закончил университет, ты сказал, что у тебя есть практика. Я вижу пациенты. И как доктор, я вижу пациенты в мою собственную клинику. И также работаю с организацией организацией, как Артритис Foundation. Я делаю это за 10 лет. После университета Алекс открыл свою практику как ревматолог. Он принимал пациентов в течение 35 лет. Также в течение этого времени он участвовал во всевозможных волонтерских организациях. И больше 10 лет он был членом совета докторов, которые обслуживали, если можно так сказать, президента Соединенных Штатов Америки. Besides that, you also mentioned that you were doing some research, right? The clinical research. Was it also during that time? Yes. During that time, in the office, we run a clinical research center. And so, what you do there is that you research new medications for the treatment of rheumatoid arthritis. New medications for the treatment of osteoarthritis. New medications for the treatment of lupus disease. So, I've done over 100 clinical trials. Many, many clinical trials. And also, you were teaching those. I have lectured to medical students, to the residents, to the fellows that are studying to be rheumatologists like me. And I have lectured to rheumatologists. I've done over 300 lectures in the US and in South America and in Puerto Rico. Okay. Yes, I have to translate because it's a very, very important experience. I know that this is a lot. But you have to know, how our man really successful is. And he has all been able to do with his own work and his own mind. And during this work with patients and the President of the United States, he also participated in laboratory research. He also participated in laboratory medicine, medical medicine, for the treatment of rheumatoid arthritis, all rheumatoid arthritis, all rheumatological diseases. And as he was aware of this, he was a researcher, he was trained to teach students, professors, doctors, who prepared to become rheumatologists. То есть он также занимался работой консультанта, то есть в фармацевтической промышленности он работал как консультант. Кто знает американскую культуру и бизнес и промышленность, понимает, что это очень-очень такая интересная и, скажем так, прибыльная ветвь медицины. Okay, so medicine, medicine, medical doctor, medical advisor, consultant. Are you still doing that or you decided to change it? I have done that for a very long time and it's time to switch careers, to switch careers. What I call slow down, slow down the doctor things because it takes a lot of hours, a lot of weekends, a lot of medical meetings. And now what I've done is I work four hours a day, four days a week, and I work on the internet, online, doing telemedicine. And then I have other business. So now I have time for other things, other business and hopefully to find my lady. Okay, awesome. So, наконец-то, Алекс решил, что все, вот эта вот постоянная такая гонка, работа постоянная, нужно что-то менять. Он замедлился, как он сказал, я замедляюсь. Четыре часа в день, четыре дня в неделю он проводит консультации онлайн, то есть он не видит уже пациентов в офисе, сказал, что с него этого уже хватает. То есть он помогает людям, используя наш любимый интернет. Также у него есть возможность заниматься другими делами, как то, дополнительными бизнесами, о которых он тоже расскажет, потому что это очень интересная тема, она заинтересует многих. Вот, и, конечно же, он, наконец-то, нашел время, он теперь осознанно нашел время для того, чтобы начать поиски и действительно встретить ту единственную девушку, женщину, с которой он будет проводить прекрасное время. Вот, и сейчас ты делаешь телемедицину, и я знаю, что есть еще какие-то интересные проекты, которые очень интересны. Что это? Я парнировался с доктором, КОН, КОН, к belечению показательных продуктов. Вот такие продукты не боятся, они для того, что показывают преподавание лавирусы, которые помогают быть похожими, и это что-то, что-то занимается очень интереснее, и это что-то, что-то очень важно, и есть очень интересная тема. and and so those are a product it's an individual consultation where i can tell you kind of what you need what you should be on to help your immune system to help your vitamin d to help your skin look look better to help your hair be stronger to help you feel stronger to help you sleep better so that's kind of the focus of that and then on the other side travel a club so i'm part of a very exclusive travel club where we can go anywhere in the world i mean hotel it could be a cruise it could be a river cruise it could be renting a house somewhere it could be going to the kentucky derby special events so very excited about that part because i finally have friends to go and meet and go around the world and do things with okay so теперь у алекса больше времени и он занимается он настроился он занимается скажем так при препаратами предлагает препараты и проводит консультации индивидуальные для тех кто может даже не лечиться а хочет предотвратить какое-то заболевание то есть быть здоровыми следить за собой за цветом своей кожи за своим внутренним состоянием то есть он вместе с доктором из калифорнии занимается вот продвижением каким-то скажем так занимается этими препаратами которые предотвращают старение и всякие заболевания а также вот это очень интересный алекс и сейчас у нас еще состоит в клубе интернациональном эксклюзивных путешествий где много единомышленников со всего мира собираются вместе там можно и поехать безумно красивый отель то есть полностью все путешествия все вот эти передвижения какие-то это все эксклюзивно абсолютно то есть это круизные корабли огромные лайнеры это какие-то эксклюзивные круизы по реке и сафари и все это высшим классом идет отели самые лучшие спа резорты то есть по всему миру у алекса открыты дороги с этим клубом я скажу что так как он любит путешествовать обожает все это понятно высшим эксклюзивным классом то есть вы можете назвать что-то куда вы хотите поехать и он скажет да хорошо у меня есть к этому доступ причем ну всякие выгодные моменты о которых он вам уже лично при встрече расскажет у меня есть много интересных интересов и хобби но у меня есть один важный вопрос почему вы решили что-то выбирать от медицинской точки зрения пациента и вообще путешествовать по всему миру? что это произошло? когда вы видите пациента это энергия негативной энергии. и что это означает? My patients, те которые я вижу, они у меня вообще погибмят много людей, у них хранятсяे, у них хранятся 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 и поэтому я умрую их, как я не буду патереть, но я давку по wahnsinnу Да, спросила у Алекса, почему так? Ну, правильно говорить, что 35 лет он видит пациентов, которые приходят к нему с определенными болезнями, которые он старается излечить, им помочь, но он устал, он хочет действительно уже чувствовать эту позитивную вибрацию мира разных стран. Поэтому он решил открыть свою компанию, такой небольшой франчайз и как раз принадлежать этому клубу интернациональных путешественников, которые могут действительно позволить себе любое путешествие в самом эксклюзивном варианте. Итак, Алекс, obviously you're looking for this beautiful lady who will accompany you in your travels. It travels. I need a partner, somebody that says, let's go over here. Okay, let's plan it. And then let's go. So let's plan somebody with that energy to do that. Right. And so sometimes in our life, you know, we have the energy to just stay home and don't want to do anything. So I can't do that right now. Right now I need somebody that's going to get up and go and do that. And somebody that has that confidence, you know, that they do want to do those things and they'll feel happy doing those things. So that special somebody that may be listening to this, you know, raise your hand and say, hey, I want to meet this guy. I want to meet this guy. We will travel four or five times a year at least and go places and do things. And then, of course, at home, we'll make it a nest and make it beautiful and make it peaceful and make it harmonious, kind of what we wanted also. So a lady that kind of has those two skills. Okay, amazing. Пять-шесть раз в году – это минимум. Алекс хочет путешествовать, поэтому ищет ту самую девушку, которая не просто будет за ним следом вот так вот идти, а ту, которой нравится путешествовать, которой нравится исследовать разные места, нравится куда-то ездить, вместе придумывать маршруты. Вот эта энергия такая бурлящая, такого вот желания увидеть мир, вот то, что ему нужно. Но он сказал, что, конечно, когда мы будем возвращаться домой, это будет наше гнездышко, куда мы вместе приедем и насладимся вот этим миром, такой тишиной и радостью нашего дома. Поэтому в идеале, конечно, он ищет ту девушку, в которой будет сочетание вот этих вот обоих качеств. Вот это вот желание движа и в то же время вот это такая, знаете, баланс вот такой, который именно присущен той женщине, которая может из действительно красивого дома свит, такое уютное, милое гнездышко. И Алекс говорит, так, поднимите руку, та, которая действительно почувствовала, что это что-то для нее, и давайте мне знать, я с удовольствием с вами познакомлюсь. Если девушки, вы заметили, у него очень добрые глаза. Человек, ну я с ним уже какое-то время общалась, мне он показался мужчиной, который не просто достигатор, достигатель, он еще и тот, который сможет поддержать сложную минуту. Life will have ups and downs, and health, emotional, financial, and that's not what's important. What's important is how you face it, right? When those challenges come, how do you face it? And if you don't have to face it alone because you're a team, you have that other person that understands it, then you will always go through difficult times, always. Absolutely, I agree. И Алекс говорит, что, конечно, вся наша жизнь состоит из спадов и подъемов, и когда действительно два человека вместе, как команда, вот так вот, то все вот эти вот трудности, которые могут быть препятствия в жизни, они всегда будут, они будут преодолеваться очень легко и безболезненно. So, Алекс, I know that you have a surprise for us, but before you show us the surprise, I also want to mention, I don't even have enough time to actually talk about it, but you have so many different hobbies. I like cooking. I cook, you know, having three children and having to be the daddy, the single daddy, you learn how to cook. I cook Caribbean food. For those of you that have been in Puerto Rico, Santo Domingo, I can do dishes. I can, and some more. I like photography. I, for many, many years, if I take a travel, if I'm going to go to a scenic place, then I'll take a nice camera with me, or some lenses, right? If I'm going to go just to a normal place, I'll just use my telephone, you know, to take some photos. But I like photography, and I've done that for many, many years. I do Photoshop online, and I have pictures. A lot of my pictures I use for my computer background. And then I like music. I compose music, and I play the guitar, and I sing my songs. I like cooking, and I sing my songs, and I sing my songs, and I sing my songs. A man sings everywhere, and now he's for us. Let's see. Okay, Alex, we are so, so excited. It says that you're never gonna forget me. That's what it says. You're never gonna forget me. Especially after I kiss you once, you're never gonna forget me. Oh my God. He sings a song that we sing, and in Spanish, which is called You'll never forget me, especially when I have a kiss. That's what it says. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok